Отрывок из сказки Евгения Шварца «Рассеянный волшебник». Жил был на свете один ученый, настоящий добрый волшебник по имени Иван Иванович Сидоров. И был он такой прекрасный инженер, что легко и быстро строил машины. Огромные, как дворцы, и маленькие, как часики. Между делом, шутя, построил он для дома своего чудесные машины, легкие, как перышки. И эти самые машинки у него и полмели, и мух выгоняли, и писали под диктовку, и мололи кофе, и в домино играли. А любимая его машинка была величиной с кошку. Бегала за хозяином, как собака, а разговаривала, как человек. Уйдет Иван Иванович из дому, а машинка эта и на телефонное звонки отвечает, и обед готовит, и двери открывает. Хорошего человека она пустит в дом, поговорит с ним, да еще и песенку ему споет, как настоящая птичка. А плохого прогонит, да еще и залает ему вслед, как настоящий цепной пес. На ночь машинка сама разбиралась, а утром сама собиралась и кричала, «Хозяин! Ах, хозяин! Вставать пора!» Иван Иванович был хороший человек, но очень рассеянный. То выйдет на улицу в двух шляпах разом, то забудет, что вечером у него заседание. И машинка ему тут очень помогала. Когда нужно, напомнит. Когда нужно, поправит. Вот однажды пошел Иван Иванович гулять в лес. Умная машинка бежит за ним, звонит в злоночек, как велосипед, веселится. А Иван Иванович просит ее, «Тише, тише, не мешай мне размышлять!» И вдруг услышали они, копыта стучат, колеса скрипят. И увидели они, выезжает им навстречу мальчик, видит зерно на мельницу. Поздоровались они. Мальчик остановил телегу и давал расспрашивать Ивана Ивановича, «Что это за машинка? Да как она сделана?» Иван Иванович стал объяснять. А машинка убежала в лес гонять белок. Заливается, как колокольчик. Мальчик выслушал Ивана Ивановича, засмеялся и говорит, «Нет, вы прямо настоящий волшебник!» «Да, вроде этого!» – отвечает Иван Иванович. «Вы, наверное, все можете сделать!» «Да!» – отвечает Иван Иванович. «Ну, а вы можете, например, мою лошадь превратить в кошку!» «Отчего же?» – отвечает Иван Иванович. «Выдал он из железного кармана маленький прибор!» «Это, – говорит, – зоологическое волшебное стекло!» «Раз, два, три!» И направил он уменьшительное волшебное стекло на лошадь. И вдруг – вот чудеса-то! «Бомонононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононон